Хотела сразу спросить у вас по поводу того, что США много месяцев пытались выделить помощь Украине. И много месяцев подряд мы наблюдали за этим драматическим действием. И я, например, до сих пор не понимаю, что же мешало сделать это сразу и почему в итоге именно сейчас это получилось. Вот скажите, если, может, у вас есть какая-то инсайдерская информация или просто вот ваша аналитика, что стояло за этим нежеланием определенной группы в США выделять нам помощь и почему же, слава богу, получилось это решение пролоббировать сегодня? Да, слава богу, очень уместно, потому что я вполне допускаю, что это может быть последняя помощь от них. То есть это нужно очень хорошо понимать украинскому руководству. То есть сейчас вот эта помощь, которая точно будет. Не думать, что теперь, ну, как у бога за пазухой все дальше будет. То есть рассчитывать в плане развития своих отношений с Европой, развития своего отношения с другими партнерами, развития своего, естественно, тоже рынка. Зеленский говорил, что уже 10 этих САУ Богдана производится, дроны украинские и так далее. Развитие своего рынка и выход этого рынка на экспорт вооружения для мира и так далее, чтобы развивать свое ВПК в эту сторону. То есть в каком-то смысле, как мне кажется, американцы дают вам еще один шанс, такую подушку безопасности, развить свое и наладить еще эти связи с другими партнерами. И вот возвращаясь к вопросу, что это было, тут можно много спектрировать, потому что у нас есть то, что по факту, как они это показывают, что это блокировали, они выносили на голосование и так далее, вся эта тема, республиканцы, демократы, отдельно там большая группа трампистов, это все, что публично. Теперь есть непубличная часть, закулисная. Понятно, что у Америки оставалась возможность предоставлять вам помощь. Известно сегодня, уже про это сказано было много, не хочется повторяться, что та же администрация Байдена могла делать больше все эти годы. Есть много разных прочтений, почему они не делали больше, там от ядерного шантажа Путина до там какой-то закулисной игры и так далее. Это все политологам оставим, я не политолог, они будут объяснять, где шантаж, где не шантаж, где больше, где не больше. Но факт это факт, а американцы могли. Теперь у них нужно понимать, что у них есть очень четкие свои интересы насчет вас. Если у вас это вопрос о вашем суверенитете, государственности и выживаемости, для них это свои как бы узкие. Это, кстати, касается не только вас, с нами тоже они против операции в Рафеях на юге Газы, чтобы добить Хамас, в СМИ уже немало было написано. Казалось бы, вот Хамас, который убил тысячу гражданских, какие могут быть разночтения? Ну вот, внезапно Кирби, Госдеп официально говорил, мы по-прежнему, я цитирую его, мы по-прежнему против широкомасштабной операции в Рафеях. То есть фактически человек говорит, такого уровня, адмирал, говорит, не нужно добивать террористов Хамасом и так далее. То есть нужно понимать, что не только с вами это происходит, это просто нужно понимать, что они руководствуют своими интересами. Теперь я допускаю, что они могли это большое окно специально оставить, для того, чтобы расшевелить Европу. И видим, насколько Европа запустилась. То есть, во-первых, были очень большие контракты сделаны, от Рейнмиталла до других, там КНД где-нибудь и так далее, концерны оружейные, в том числе на годы вперед. Плюс были договоренности с Украиной подписаны на десятилетие с некоторыми странами. Там нет каких-то четких гарантий, но зато это есть уже как бы партнерский вектор развития именно в плане оборонки. Сама Европа начала больше производить и заказала, если они в 1922 году и в 1923 боялись, потому что была иллюзия, что это все быстро закончится. Потому что капитал никак работает. Капитал хочет знать, ну, как любой бизнес, перспективы. Год, два, три, то есть ты вложишься, а завтра это все никому будет не нужно, деньги загорят, просто улетучатся. Вот война именно про это, потому что война обычно не приносит прибыли, она только убытки. Потому что все эти танки, все эти снаряды и так далее, они не приносят вам прибыли, они все загорают или лежат на складе. И поэтому европейский капитал боялся это все раскручивать еще в 1924 году. Возможно, это шокотерапия, и американцы специально хотели Старый Свет Европу запустить. Это одно из таких самых оптимистичных прочтений, потому что есть такие более, такие вот, ну, нехорошие, можно сказать, так вот моменты. Не хочется просто про друзей, вот, плохо говорить, все-таки вам деньги сейчас выдают, вот, то есть они выдают вам сейчас это 61 миллиард, и мы будем их ругать. Как бы, недавно Притула давал интервью, вот Масичук, и говорит, что американцы очень любят, когда их хвалят, и когда их благодарят и так далее. Наверное, раз сдали деньги, то нужно их поблагодарить. Не, смотри, мы надо же объективными быть, других партнеров у нас нет. Я потом с иронией, я потом с иронией-то говорю немного. Кратегические партнеры, мы, конечно же, благодарны за все то, что они за это время делают, и сделали еще, я надеюсь, сделают. Конечно, я поэтому это говорю с улыбкой, немножко с иронией, очевидно, понятно. Поэтому, возвращаясь обратно, все-таки, вот самый такой оптимистичный вариант, это шокотерапия, чтобы Европа запустилась. Вот, потому что Европа, если вы посмотрите, например, на главу Рин Металла, директора, он говорит, мы должны сейчас действовать так, как будто завтра Америки не будут вообще. Это не инсайдерская информация, это он официально в интервью сказал. А говорил ли он так в 22-м году? Нет. Они тогда говорили, ну, война быстро закончится. Или Россия быстро разгромит Украину, или, наоборот, Украине дадут очень много всего, там, вооружения, там, Хаймарсы, и так далее, и так далее, это все американцы. Американцы, как бы, экономически не могут никак даже близко стоять рядом с Россией, точнее, Россия никак не может стоять экономически рядом с США. Более того, Милли тогда еще, когда еще был главой штопов, заявлял, что, как бы, экономически Россия решила с нами тягаться, как бы, у них шансов нет. Ну, европейцы могли думать, и тот же глава «Ринметалла», вот, зачем нам вкладывать свой капитал, рисковать. А вот американцы решили сделать такую шифротерапию. Опять же, это самое оптимистичное прочтение. Не оптимистичное прочтение, вот, к слову объективности. Американцы помогают только тем, у кого получается. Если бы вы не победили тогда в битве за Киев, вам бы не было бы Хаймарсов, никто бы вам не передавал бы Хаймарсы. Это очень, это ровная связь. Это не совпадение. Если бы Киев был бы захвачен, Украина, конечно же, бы не сдалась, была бы дальше борьба, партизаны, вот так далее. Поддавали бы ПЗРК, ПТРК, какие-нибудь там, сбивать вертолеты. Это же понятно. Слушайте, давайте вспомним, что писали практически все мировые СМИ в момент нападения широкомасштабного России в 22-м году. Да, именно. И у них... Три дня давал Киеву, кто-то неделю, кто-то максимум две или десять дней. Все. Они все... Это было чудом, то, что мы выставили. Именно. Вас вложились после того, как вы показали феноменальные успехи на фоне того, что никто вас не верил и вас уже сдали фактически. И Запад в том числе вас сдал. Поэтому вас вложились. Американцы в первую очередь. У них большие были надеги на ваше наступление в прошлом году, которое оказалось очень ограниченными успехами. Фактически поставленные задачи не были выполнены. И для американцев это был очень важный маркер. Они про это много раз чуть ли не открыто говорили. Есть публикация в том числе политика. Да. Секунду, я закончу мысль. Политика была публикация на сумерше как раз про два вектора наступления залужных, которые предлагало одно, американцы другое. И что же американцы это возмутило. Опять же, там, опираясь на анонимные источники, но политика это уважаемое издание, поэтому мы будем допускать, что то, что написано в политике действительно так, плюс есть другие сигналы, которые на это указывают. И вот неприятное первое прочтение, что урезание помощи и проволочки с ней связаны были как раз с неуспехами Украины. Ну, тут надо, знаете, справедливости ради сказать, как раз, если так, очень общее пересказать ту статью политику о том, что американцы хотели и западный мир, чтобы мы наступали как можно скорее, но мы хотели сохранить наших людей, потому что мы говорили, если вы нам сейчас дадите всю помощь, так, конечно, мы готовы. Вы же ее не даете. И ровно тогда, когда хоть что-то пришло, мы пошли в наступление. Ну, то есть, логика такая была, поэтому здесь, конечно, конфликт интереса возникает. Игорь, я хочу вернуться вот к тому, что вы, вот, ваше прям первое предложение на мой первый вопрос, который меня так немножко высказали, это, может быть, это, скорее всего, последняя помощь от Америки для вас. Объясните мне. Нужно от этого отталкиваться. Ну, давайте шире посмотрим. Есть политический эшелон, есть военный эшелон. Военный эшелон, он всегда, военный, вообще всегда должен отталкиваться от самых худших сценариев. Так нас учат. Так, помню, меня учили, я так уверен, там, и заложного, и сырского, и кого угодно, и так учили. От самого-самого худшего, из возможных вообще. Если даже он наименее вероятен, если он, там, буквально, там, пару процентов, все равно отталкиваться от него. И если он не случился, ну, и хорошо, зато ты был к нему готов. Политический эшелон, конечно же, ставит перспективы, ставит стратегическое планирование на долгие годы. Политический эшелон отличается от военного тем, что он может на 15, на 20 лет, даже на 50 лет, у Китая есть планы на 50 лет вперед, на 50 лет строить какие-то планы развития и так далее. Но, хорошо, и это считается за хороший тон, когда политическое руководство тоже отталкивается все-таки, живет, опять же, не на авось, не на обум, отталкивается от худших сценариев. Поэтому Украина, которая находится в архисложной ситуации, я об этом говорю постоянно, повторяю уже, вот из года в год уже, что вы находитесь в архисложной ситуации, вам нужно отталкиваться от самых сложных сценариев, самых плохих. И самый плохой, это то, что никто вам не гарантирует, что после этого пакета потом американцы будут помогать дальше. Нет, нет гарантии никакой. Нет американцев, нет партнеров, нет кого. Поэтому, наверное, наиболее верно было бы отталкиваться от того, что это последний пакет. И понимать, что эти сейчас месяцы до конца года это время и возможность подружки безопасности для того, чтобы развивать свое. Хорошо. Давайте спрогнозируем. Вот исходя из того, что мы знаем. Сейчас, я надеюсь, в скором времени может даже до конца этой недели что-то придет, потому что вооружение, мы понимаем, уже на складах давно, на складах в Германии, в других европейских странах, что-то придет до конца апреля. Атакамсы придут, ничего себе, да, тоже говорим, слава богу, вот буквально вчера был разговор Зеленского и Байдена. Вот буквально сегодня было заявление Риши Сунак, опять же, после разговора с Владимиром Зеленским о том, что Великобритания выделяет Украине рекордный пакет помощи, а для Великобритании, мы понимаем, это действительно много, на полмиллиарда, там даже больше фунтов, где, опять же, много очень вооружений и так далее, и так далее. Плюс, давайте не забывать, что, ну, наконец-то мы уже как бы, знаете, говорили-говорили, уже сейчас забыли, но в конце мая, по идее, в Украину залетают F-16. Мы не знаем, в каком количестве, тем не менее. На фоне этого правильно все крутится вокруг выборов США, то есть вот у нас есть ноябрь, потом инаугурация, январь. Мы не знаем результаты, но я хочу вот сейчас так обрисовав очень широкими мазками, да, всю ситуацию, а вы мне скажете более конкретно. Вот скажите, вот что мы имеем, и учитывая то, что мы имеем, что мы сейчас ожидаем? Вот давайте спрогнозируем, что будет происходить на фронте, насколько это вооружение, вот конкретно какое, сможет переломить ситуацию и что-то поменять? Плюс, учитывая политику, к чему это все может привести и что мы ждем вот в ближайшие несколько месяцев, ну или давайте до конца года, как вам там нравится? На войне такого масштаба решает математика. Что бы вам ни пришло, пришли бы вам F-16 или не пришли бы вам F-16. Известно было бы, что все, что вы перечислили, только минусов F-16. При этих вводных или чуть иных у вас это оборона, вам нужно оставаться быть в обороне максимально. Дальше можно говорить на военном языке, для военных там активная оборона, неактивная оборона. Но оборону, переломить ситуацию невозможно, потому что у вас абсолютный дисбаланс на данном этапе. Искать асимметричные способы воздействия на Россию глобально. Кстати, удары по НПЗ это асимметричный ход. Использование на море этих брандеров беспилотных это асимметричный ход. Искать другие асимметричные способы. Ни в коем случае никогда не идти симметрично. Создать, возможно, есть, существует, а если не существует, было бы хорошо при офисе президента. Создать специальный комитет, где будут сидеть специалисты, которые будут постоянно пытаться думать, мыслить, как мыслит Кремль. То есть их роль будет отыгрывать Путина, Шойгу, Пескова и так далее. И прямо мыслить, что утром мы встаем, и что хочет предпринять враг. И отталкиваясь от этого, искать асимметричный ход. Допустим, здесь враг хочет передавить нас мясом. А вот здесь он хочет дипломатически нас где-то переиграть. А вот здесь он хочет где-то своими ИПСО вкладывать деньги, чтобы где-то создать какую-то информационную большую компанию в Европе, как они делают большую и так далее. И вот понимаешь, что раз, два, три, отдельно вторая команда, которая в этом месте работает, ищет контрмеры, несимметричные. Потому что асимметричные никак не за... Ну, ресурсами вам с ними никак это противопоставить. А асимметричные. Вот. Тогда можно о чем-то говорить. То есть нужно то, что называется играть от обороны. А не думать о том, что можно переломить ситуацию, будет паритет какой-то и так далее. На данном этапе это нереально. Вот до того, как была выделена помощь США и Владимир Зеленский и другие руководители силовых ведомств неоднократно говорили о том, что в конце мая, в июне русские пойдут в широкомасштабное наступление на нескольких сразу участках фронта. Скажите, учитывая то, что вот сейчас таки получим эту технику вооружения, это остается в силе или при таком раскладе у них совсем не будет шансов, это будет тяжело им сделать? Это не имеет значения, получается у них или нет, они постоянно атакуют. Как в Генштабе в Эстонском недавно писали, тактика амебы. Амеба, она как бы своим тельцем бесформенным, не щупальцами, не своими, частями своего тельца так вот постоянно тыкается и так она перемещается. То есть у нее нет, как там, не знаю, у нас конечностей, руки, ноги и так далее. Вот. Так вот и русские, то есть мы смотрим на фронт, они везде тыкаются, как огромная масса. Если где-то получается прорвать, то они туда концентрируют свои силы. поэтому мне не кажется, что вот есть, допустим, пять Брэдли, и они наступают, и будет 50 Брэдли, они все равно будут наступать, будут нести большие потери. Мы видим, что им абсолютно плевать на эти потери за все эти вот уже более двух лет полном штабной войны. То есть они, ну, абсолютно плевать на потери техники и людей. У нас уже есть тысяча один пример, когда об этом даже Залужный говорил в своем интервью, немногочисленном еще в прошлом году, о том, что была надежда на нести такие страшные потери, больше, чем Афганистан, больше, чем чеченские компании и так далее, и так далее, чтобы шокировать общество российское, там, не знаю, как либеральную оппозицию и так далее. Ну, всем плевать. То есть уже потери настолько дикие, нереальные, переплюнули уже все компании и войны, которые были упомянуты. Но все равно всем норм. Всем нормально, никто как бы особо не возмущается, не возникает. Поэтому техника вам, естественно, в первую очередь поможет вам сохранять ваши жизни. Например, боевые машины пехоты, те же Брэдли, упомянутые, они в первую очередь помогают сохранять жизни в отличие от советской техники. Это наиболее важно для вас, потому что абсолютно диспропорция на одного украинского солдата, десять российских солдат. Хорошо. Если России, Путину, настолько плевать на все потери и, в принципе, вот как идет, так идет, и может еще долго у них так идти, то объясните мне, почему, особенно в последнее время, они так активно взяли на вооружение тему стамбульских переговоров и постоянно достают из рукава, причем уже даже словами Путина, вот вспомните, недавно Лукашенко приехал в Москву, вызвали его. О чем они на камеры говорили, что они показали своему электорату, и не только, это скорее была работа на внешнюю аудиторию. Путин говорит, вот, не, Лукашенко ему типа подачу дает, вот какие классные стамбульские договоренности, смотрите, я же их видел, и же мне их показывали, вот сейчас бы взять и вот так же договориться. Тот говорит, да, как же хорошо. Вот буквально на днях интервью Лаврова, я думаю, вы тоже его видели, где он там этой боброедке Симоньян и другим рассказывал о том, как хорошо в Стамбуле, мол, договорились, ну и сейчас, в принципе, тоже можно вернуться только там с некоторыми типа поправками. То есть, о чем это говорит, объясните мне, расшифруйте, зачем Путин посылает эти сигналы, что он хочет, и говорит ли это о том, что тоже у него не все так классно? Нет, тут не вопрос о том, не классном, это просто прямой путь к убийству Украины, потому что широкий зритель, вот те, кто смотрят там ту же Симоньян и какие-то передачи, в том числе на Западе, западный тем более, там украиноязычный, русскоязычный, отдельно выносим за скобки, западный тем более, не видел этот документ, не знает, не в курсе. И Путин говорит, мы хотели договориться, мы хотели мира, я такой вот миротворец, мол, и так далее, вот так он такой сам амплуа построит. При этом тот документ, о котором идет речь, идет о разоружении украинской армии, уменьшении маленькой. Да, и допустим, действительно остановились бы там войска, как на 22-й год, уменьшение армии и внеблоковость, то есть отказ Украины вступать в НАТО, это означает, что через год просто не совершайте самые ошибки, которые совершает Путин, это просто доесть Украину. Там же никаких гарантий безопасности и так далее, такого ничего нет. Вот и все. Ну, то есть предлагают, хорошо, мы сейчас остановимся, будет короткий мир и дальше разоружение, не будет армии и так далее. Ну, так это план убийства Украины, то есть он говорит, вот мы хотели Украину доесть, они не хотели доесться. Вот, просто это подается под соусом как бы миротворчества, так никакие диктаторы никогда, не считали диктаторами, Гитлер считал, что он защищается. Вот они официально, на них напали бедных таких, Великобритания и Франция, это действительно так, 3 сентября объявили войну Германии, то есть они как бы были ну, этими, жертвой формально, Третий рейх. То есть он никогда не считал, что он диктатором какого-то там напал, вот какой-то там злой и так далее. Сам Хусейн никогда не считал, что он какой-то там злодей, он считал, что он защищается. Иран считает, что он защищается и так далее, а не он атаковал Израиль сейчас ракетами и так далее, а наоборот, он защищается. Вот поэтому так и Путин, конечно же, он говорит, что он миротворец и так далее, он не будет говорить, что мы хотели Украину там уничтожить. Хотя понятно, что это то, что подразумевается. Сейчас до Ирана дойдем, я хочу еще по Путину пройтись немножко. Скажите, пожалуйста, ну хорошо, а вот если проанализировать, что у них внутри там происходит, какие есть проблемы, какие самые большие болевые точки у него, у его окружения, у его олигархов, внутри России, внутри армии? Они очень боятся. Сам Путин непосредственно очень боится быть нелегитимным. Он просто так упоминал, по-моему, раза три. Про ликвидацию Сулеймани, генерала тогда, когда прилетела ракета. Потому что на высоком уровне чернь может умирать, но на высоком уровне элиты где-то есть гласные, а есть где-то негласные договоренности, друг друга не трогают. Элиты, как в древние времена, короли, монархи посылали полки на поле друг друга, чтобы они стреляли друг в друга эти полки под цветными флагами. И когда Сулеймани просто взяли, так грохнули, ракета с неба прилетела, большой шок был. И еще один наш шок – это Каддафи, которого просто поймали в этом, его уличевали в водосточной трубе, как крысу какую-то. И это, может, всего то, чего боится Путин, или как, например, лидеров Хамас уничтожали, или как Израиль уничтожил Захиди, генерала топового уровня Сулеймани, его тоже приведела бомба, из-за чего сейчас все эти обмены ударами и так далее. И Путин, может, всего этого боится, потому что он об этом упоминает публично и говорит, как это вообще такое можно? Взяли человека, хлопнули, без суда и следствия, даже не судили, даже Нюрнберг не устроили. Это потому что он лично боится. Известно, что многие люди, кто изучает именно психотипы и так далее, говорят, что он человек трусливый, осторожный, очень такой невеликий храбрец, любитель хорошо, красиво жить, не фанатик. Что до элиты российской, они хотят, чтобы была стабильность. Сейчас просто им позволяет то, что война контролируемая внутри самой Украины, это определенная стабильность. Почему важно в плане асимметрии, о которой я говорил до этого, вам важно выносить войну за пределы вашего государства. Им важно всем этим финансистам, все эти, которые как раз в теме НПЗ ударом по ним, нефть, газы и так далее, им важно, чтобы это все хаос, как дикий запад, фронтир, это все было в Украине. Там какие-то войска, война, какие-то там то пригорные, то не пригожены, какие-то там наемники, удача, неудача, то мы там захватили что-то, то мы отступили и так далее. Но это там. В самой России плюс-минус все происходит как бы стабильно, и денежка капает. Поэтому вам важно очень сильно переносить, выносить войну постоянно за свои границы, за ее пределы. Это и для Запада хорошо, когда начинают сразу паниковать, кипишовать. Это хорошо, когда Запад начинает паниковать, из его сна выводит его. И это для России очень хорошо, в том смысле, хорошо в том смысле, что это показывает то реальное состояние, в котором находится. Потому что все всегда такие элиты, технократы, они любят, когда есть контролируемый хаос. Они больше всего не контролируемого хаоса. И это то, что нужно опять же к теме вашего политического эшелона, думать, искать способы, как создать этот неконтролируемый хаос. Это сложная на самом деле тема, потому что это скользкая дорожка, которая не понравится и тем же американцам. Не просто так они вот испугались, когда вы начали по НПЗ наносить удары, потому что как раз вы открываете форточку вот этот неконтролируемый хаос. Америка тоже хочет, чтобы война была контролируемая. Который может привести к распаду России, понятно, и дальше тема. К распаду России, не только к очень многим разным сценариям. И это то, что боятся как раз все эти финансисты, технократы и люди в дорогих костюмах, когда они не могут даже неделю вперед планировать, что и как будет.